Привет, друзья! С вами снова международный гроссмейст Роман Овечкин. Прилетел сегодня в Сочи. Здесь будут командные чемпионаты страны среди мужчин, среди женщин, среди детей. Буду работать тренером одной из команд. Не уверен, что удастся много записать трансляций. Планировал изначально несколько роликов с удачного турнира. Но там, на мой взгляд, требуется очень серьезная подготовка. Поэтому в качестве первого видео с нового ноутбука, опять же, требовалась серьезная работа по настройке экрана. В качестве первого видео было решено сделать что-то более простое. А что более простое? Ну, конечно, ролик по защите каракан нас ждет. Так, в закрытом варианте много раз со мной играли Аш-4. Против Курносова и Хайрулина я играл в этой позиции Аш-7, Аш-5. Еще в нескольких партиях. Но потом обнаружил интересный ход Ферзь Б6. Здесь тоже есть очень такая, ну, своя очень интересная теория. Но показать-то я, конечно, хочу не основные варианты, а целых две партии в классику. И одна партия в Блиц с сильным молодым гроссмейстером у меня продолжались следующим образом. Белые играли Ж4. Это основной ответ, скажем, на ход Аш-7, Аш-6 вместо Куросова. И чтобы Аш-7, Аш-5 черные не сыграли и не вернули слона на Аш-5, играли Аш-4, Аш-5. В чем разница между ходами Ферзь Б6 и Аш-7, Аш-6? Вход Ферзь Б6 черным полезен. А ход Аш-7, Аш-6 непонятно, насколько полезен. На поле Аш-6 при случае может, например, вполне удобно разместиться черный конь. То есть вот в двух партиях, первая из них была сыграна в открытом чемпионате Абхазии в Сухуме. Противником был международный мастер Игорь Богачков. Белые захватили пешками центр, но очень серьезно отстали в развитии. Вот после таких логичных ходов, черные давят на пешку Д4, белые этот центр укрепляют. Пешка находится в ход, который невозможен при пешке на Аш-6. Сначала еще ладья Аш-8, только на ладья Аш-2, конь Аш-6. Видите, если бы пешка стояла на Аш-6, а Ферзь на Д8 этого хода бы не было. И возникла бы совершенно другая игра, в которой у белых были бы неплохие шансы использовать свой пространственный перевес. В данном случае у них висит пешка на Ж4. Ход Ж4-Ж5 приведет к тому, что черный конь с темпом прыгнет на Ф5, нападет на пешку Д4, и у белых появятся огромные проблемы. Самый логичный ход слон Аш-3 делают практически все. И в этой позиции черные практически форсированно выигрывают. Разменялись на Д4 и пожертвовали качество на Ц8. Итого, черные сидят без качества, за качество у них есть пешка. У них есть серьезнейшая угроза Ферзи 1 шаг, то есть висит ладья. В игре черный конь уже находится. В любой момент в игру вступит черный слон, этот чернопольный на Ц5 или на Б4. Или этот слон готов при случае с шахом выскочить на Б5. У белых плохой король. Также не играет ладья А1. Есть у нас вопросы к слону Аш-3. Конь Б1 тоже пока что не развит. Итого, у черных не просто отличная компенсация за качество, а именно выигранная позиция. К этой позиции пришли две моих турнирные партии с классическим контролем. И одна партия в Блиц на шахматной планете за команду Тюмени. Меня попросили сыграть. В классику во второй партии в Самаре на этапе Кубка России кандидат в мастера спорта, если не ошибаюсь, молодая шахматистка со мной сыграла король Е2 в этой позиции. И после сильного хода Ж7-Ж5 выяснилось, что брать на Ж5 нельзя, так как после ферзбьет Е5 упадет ладья А2. Также нельзя брать на Ж6, так как после АЖ будет угрожать не только снова Ж6-Ж5, но и конь бьет Ж4. А после хода ферзбьет Д2 черные сконцентрировали все свои фигуры напротив короля, поблизости к королю. Вот. И угрожают, в частности, взять ЖФ и на ферзбьет Ф4 дать коне в 5 шаг, отнимая ферзя. Партия не затянулась. После размены ферзей черный слон неизбежно попадает на Е5 и белые несут огромные материальные потери. Но партия вообще закончилась тем, что черные в итоге остались с лишней ладьей. А партия первоисточник, ну, первоисточник именно из моих партий. Я уверен, что не я первый, в чьей партии встретилась эта жертва качества. Продолжалась ладья С2. Белые хотят перехватить инициативу, дать шаг на С8, но они просто не успевают. Король не может идти на Е2. Король не может идти на Д2 из-за слов Б4 шаг, после чего ходом конь С3 белым придется перекрыть линию С. Давайте посмотрим. Король Д2, слон Б4, конь С3, ферзь H2. И черные получают две фигуры за ладью. По линии С никаких угроз. При этом белый король остался в центре. На Е2 ходить надо. Теперь король не может идти на третий ряд из-за того, что слон на H3 потеряется с шагом. Король не может идти на Е1 из-за слон Б4 шаг. И придется закрываться конем. Если конем закрыться на С3, то снова теряется слон. А если на Д2, то черные просто сделают рокировку. Висит слон H3, висит пешка Ф4. Белым плохо. После король Д1 еще один шаг. Снова король не может идти на Д2 из-за слон Б4 шаг. Ему приходится идти на Е2. Черные подключают слона на Б5. И в этой позиции я прошел мимо быстро выигрывающего хода слон Е7. После слона Е7 спасти партию белая не в силах. Скажем, владея С8. Черные просто закрываются. Слон Д8. И в ответ на ферзь С7 делают рокировку. Нельзя бить на Д8. Из-за ферзь H4 шаг тоже взяли на Д8. У черных лишняя пешка и страшная атака. Все остальные продолжения ведут к тому, что к атаке на белого короля подключается конь H6, подключается слон Е7. Ну и то, что было в партии, тоже в принципе было достаточно для победы. только вот в этой позиции стоило пойти, если я не ошибаюсь, конь бьет G4 шаг, король H3. Так, нет. Видите, я думал, что попроще вам выберу то, что я точно помню, но оказалось, что не точно помню. Слон Е7 получается вполне нормальный ход. вот здесь надо было после, надо было дать шаг на G4, по-моему, и на король H3 сыграть FG1 с угрозой FH2. Слон на G2 подвисает и у белых огромные проблемы. Главная угроза черных это короткая рокировка. Даже не FH2 и FH2, а короткая рокировка и ладья до 8. Вот. В партии я поставил коня на F5 и после сильного шага на C6 у белых появились иллюзии. кстати, они быстро закончились. Да, слабый ход слон G2 последовал и после FH3 король H1 FH2 у черных просто лишний слон. Но надо сказать, что и более упорный ответ не помню какой белые же могли как-то слоном более грамотно отойти. допустим, слон бьет B7 тоже не решало проблем, потому что черная на FH8 готова закрыться слон F8, а их ладья подключается после кода H7 H6 к атаке на белого короля. Но в любом случае слон G2 конечно мне существенно облегчило задачу. Итак, вот такой вариант в защите каракан FHB6 с идеей в ответ на логичные ходы белых просто взять их и обыграть. Значит, на этом я сегодня заканчиваю. Все будет зависеть от того насколько серьезно мне придется здесь работать. Насколько много придется готовить, насколько тщательно придется следить за игрой подопечных. Очень хотелось бы провести хотя бы один стрим. То есть порассказывать партии будут транслироваться, порассказывать как развивается борьба в чемпионате страны. Посмотреть за партиями сильнейших шахматистов России. посмотрим, что получится. Если этого не получится, я обещаю вам еще несколько коротких роликов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. С вами был международный игросмейст Роман Овечкин. До свидания. Продолжение следует...